Биография чеченского авторитета Николая Сулейманова Хоза Николай Саид Олевич Сулейманов, известный криминальный авторитет на территории России и Чечни. В неофициальной среде известен под прозвищем Хоза, что в переводе с чеченского обозначает воробей. Родился будущий преступник в 1954 году. Деятельность-известность в родной стране Хоза приобрел в 1933 года. В 1987 году он вместе с Мавладиатлан Геревым и Хошахмедом Нухаевым создал организованную преступную группировку «Лазанская». В ее деятельность входило крошевание местного авторынка, сети магазинов Берязка, ряда коммерческих предприятий и развлекательно-досуговых комплексов. Уже за несколько лет существования чеченская банда смогла стать невероятно могущественной. Все ее участники отличались чрезмерной жестокостью и хладнокровностью. Сулейманову в этой группировке досталась роль организатора. И со своей работой он всегда справлялся отменно. За один месяц он мог дополнить банду 500 боевиками. Приятели по криминальной деятельности знали Хозу, как молчаливого и спокойного мужчину. Он никогда не спорил со своим противником, а всегда делом доказывал свою правоту. Николай Сулейманов посещал массовые разборки, на одной из которой противники пробили ему голову. Самой прибыльной отраслью для группировки стало вымогательство элитных автомобилей. Они находили владельцев иномарок и самыми жесткими методами просили их подарить им транспортное средство. Те, боясь за свою жизнь, торопились переоформить документы на нового владельца. Таким образом, к началу 1990 года Хозу смог собрать свой небольшой автопарк из престижных иномарок. Самые громкие моменты криминальной деятельности впервые участники ОПК Лозанская проявили свою жестокость во время разрешения конфликтной ситуации с Балманскими. Негодующие Лозанские ворвались в ресторан «Лабиринт», располагающийся на Калининском проспекте, и набросились на противников. В ходе встреч у 15 криминальных авторитетов славянской национальности получили ножевые ранения. Сулейманов и его приятели являлись авторитетными бандитами, но сами никогда не признавали воров в законе. На этом фоне у них всегда возникали размолвки с бандитами, действующих на территории Москвы. Только за период с конца 80-х до начала 90-х годов они Лозанские нанесли десятки ножевых ранений славянским законникам. Бытует мнение, что в одной из стычек Хоза унизил будущего лидера Российской Федерации и даже надавала ему пинков под зад. На тот момент он крошевал криминальные банды на территории Ленинграда и принимал участие в масштабных разборках с криминальными бандитами из Чечни. Судимости впервые Николай Сулейманов был арестован сотрудниками правоохранительных органов в 1989 году. Причиной для задержания стали подозрения в незаконном приобретении ряда иномарок. Бывшие хозяева, узнав об этом событии, стали массово приходить в следственный изолятор для подачи показаний против вымогателя. По решению суда Николай Сулейманов был осужден на срок 1,5 года, но отсидел положенный срок не до конца. В начале 1990 года он вышел на свободу. Второй раз Хоза был задержан уже в мае 1990 года. На этот раз ему и остальным лидерам группировки грозила статья за вымогательство в крупном размере и хранение наркотических средств. В ходе следствия было доказано, что Сулейманов вымогал жесткими способами деньги у директора СП «Союз Интернешнл», располагающегося на территории Красногорска. Сумма ущерба составила 2,5 миллионов рублей. До момента суда все вымогатели находились под круглосуточной охраной. Нухайу и Атлан Гереву было приговорено по 8 лет заключения под стражу, а Сулейманова отпустили на свободу. Так как вину не удалось доказать. После окончания следствия Хоза объединился с братом по имени Гелани Ахмадов. Новой его отраслью стала организация поддельных фирм, через которые осуществлялась отмывка денег. Но, уже в 1991 году деятельность Липовых предпринимателей была разоблачена, и Сулейманов был арестован на 4 года, но вместо положенного срока пробыл в тюрьме всего 2 года. Жизнь на свободе сразу после отбывания срока Хоза уехал в Чечню. Здесь, он стал участвовать в боях, поддерживая оппозицию Дудаева. Во время одного из боев он получил ранение и попал в плен. Приятели приложили массу усилий, для того, чтобы его освободить. После этих событий Сулейманов отправился в Москву, где и прожил до конца своих дней. Гибель Сулейманова в декабре 1995 года Николай Сулейманов был застрелен в Москве неизвестными киллерами. Преступников так и не удалось выявить. Гибель чеченского мафиазии стала существенной потерей для всего криминального мира. Понравилась статья? Ставь лайк и подписывайся на канал. Оставляйте ваши комментарии, обсуждайте статью, а также делитесь в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok